Здравствуйте, дорогие друзья! Проходивший 2-3 сентября во Владивостоке Второй Восточный Экономический Форум, успешное участие в нем республиканских проектов, а также транслируемые НВК САХА, предвыборные дебаты по теме «Место и роль Якутии в развитии Дальнего Востока» предоставили мне хорошую возможность посвятить этот выпуск арены событий стратегическим вопросам и перспективам развития Дальневосточного региона России, а также оценить в данном контексте предвыборные программы и обещания основных политических партий. Еще с 1990-х годов Центр мировой экономики начал смещаться к азиатскому побережью Тихого океана. 2014 год стал, наконец, начальным периодом выстраивания институциональной базы для реализации новой модели развития Дальнего Востока России, основанной прежде всего на формировании территорий опережающего развития и поддержке приоритетных инвестиционных проектов, ориентированных на Азиатско-Тихоокеанский регион. Тогда же стало очевидно, что Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, позволяющих ей успешно использовать продолжающийся азиатский экономический подъем. Цитата. «Современный этап экономического и внешнеполитического развития России характеризуется поворотом на восток». Вопрос о том, в каком темпе будет протекать этот поворот, а какие формы он приобретет, является одним из ключевых для российской государственной политики. Особенно актуален он для восточных территорий России, перед которыми встают новые вызовы и открываются новые возможности. Конец цитаты из коллективной монографии «Поворот на восток. Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней политики России». Монография выпущена в текущем году. «Дорогие друзья, судьба Дальнего Востока неотделима от судьбы России. Именно так считали и наши предки, которые осваивали дальневосточные земли и принесли славу Отечеству. Мы начали новый исторический этап развития наших восточных территорий. Он рассчитан на десятилетия вперед. Задача, которую предстоит решить на Дальнем Востоке, беспрецедентна по своему масштабу и значению. Мы прекрасно осознаем свою громадную ответственность перед гражданами России и перед будущими поколениями страны. Я абсолютно убежден в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока». В своей речи на открытии Второго Восточного экономического форума президент России не скрывал, что путь к преобразованиям будет небыстрым. Но успешное начало положено, и о его результатах можно судить уже сейчас. Государственная политика в отношении Дальнего Востока показала свою эффективность. А вот что касается пути, продолжать его, на мой взгляд, должны те, кто начал. Из газеты «Взгляд» 30 июня 2016 года. Недавнее исследование фонда «Петропавловск» продемонстрировало ряд важных тенденций. Дальневосточники действительно заметили государственные усилия по развитию региона и считают, что развитие Дальнего Востока входит в число государственных приоритетов страны. Да и стало понятно, с кем дальневосточники связывают надежды на развитие и благополучие своего региона. Это в первую очередь президент и правительство, федеральная власть в целом. О Тихоокеанском повороте России говорят сейчас на всех уровнях. И мы тоже на своем задаемся вопросом. А вот мы сами готовы, где, которые живем, в Якутии, в Дальнем Востоке и так далее, насколько мы готовы к этому повороту. Поэтому я думаю, что общественное мнение надо формировать. И общественное формирование должны формировать средства массовой информации, специальные институты, политологи, ученые и так далее, и так далее. Люди, интеллигенция. Вот эту работу надо нам усилить. Ну что ж, усилим оценить предвыборные программы политических партий через призму дальневосточного вектора развития страны. Сегодня мне поможет генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Все парламентские партии, включая, начиная от «Единой России», заканчивая «Справедливой Россией», так или иначе двигаются, вынуждены двигаться в формате, который задает верховная власть. И здесь они могут претендовать только на какой-то кусочек вот этого политического пирога, который сейчас раздается в виде подпитки драйвера для того, чтобы получить неплохие результаты на выборах. Понятно, что следующая Государственная Дума так или иначе будет повторять чертами предыдущие. Несмотря на то, что социологи посчитали, что она на две трети обновится, тем не менее ее качественный состав, партийный качественный состав, скорее всего, сохранит те пропорции, которые мы наблюдаем сейчас. И это печальное обстоятельство для непарламентских объединений, которые остаются за бортом политической жизни еще на пять лет. 19 сентября мы узнаем качественный и количественный состав нового созыва Государственной Думы. А я пока хочу, чтобы дальше не возвращаться к непарламентским партиям, процитирует газету «Известия» от 30 августа этого года. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что четыре партии – «Коммунисты России», «Гражданская сила», «Парнас» и «Яблоко» – не опубликовали в установленный срок свои предвыборные программы, тем самым нарушив требования федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Конец цитаты. Тем не менее, эти четыре партии по-прежнему остаются в предвыборной гонке. Вообще же, пересчитав от корки до корки программы многих партий, слушая выступления на дебатах их представителей, мне вспомнилась известная поговорка. «Глухой услышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой бежал. Настолько совпадают в посылах большинство из них». В общем, контора пишет. Одинаковость в высказываниях и тезисах на этих выборах объясняется довольно просто, технически. Компания имеет короткое плечо, как мы уже с вами обсуждали, и в этой связи они предпочли, ну скажем так, знаете, как в спорте. Отрабатывают обязательную программу, а затем произвольную. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это обязательная программа. Она более-менее, как сказать, утверждена Минюстом, никаких претензий к ним нет, и ребята просто идут по такому легкому пути. Черт в деталях, нюансы в деталях. Когда мы начинаем, когда партии начинают произвольную программу на выборах, здесь, собственно, и дурость каждого видна, и профессионализм каждого очевиден. Поговорим вначале о профессионализме. «Единая Россия» – единственная партия, в программе которой содержится отчет о сделанном, на базе которого базируются уже выдвигаемые предложения и крепко мотивируются дальнейшие действия. Акценты по Дальнему Востоку содержатся в каждом разделе программы. На самом деле речь идет о довольно интересной тенденции, потому что если технологии и советники рядом с Путиным знают несколько наперед, что произойдет, на каких направлениях президент будет работать в преддверии 2018 года, в преддверии 2024 года, то партии реагируют инертно, реагируют только на сделанные публичные заявления. Вот сейчас они не очень чутко уловили, что Владимир Путин несколько выделил Дальний Восток. Вполне вероятно, что это направление развития региона будет выделено в ближайшее время в очень, ну скажем так, к нему будут относиться гипервнимательно, очень чувствительно. И вполне вероятно, что Дальний Восток станет вторым, по сути, регионом, который будет находиться под непосредственным и личным кураторством президента. Первый регион – это Сочи, помните по известным обстоятельствам. А Дальний Восток вполне может быть таким же детищем Владимира Путина, как в свое время было в Сочи. Читая программу политической партии «Справедливая Россия», у меня складывалось впечатление, что частью это не программа, а жалобная книга. А другой своей частью она повторяет то, что фактически уже делается, чему уделяется самое пристальное внимание на республиканском уровне исполнительной власти и парламентским большинством в Государственной Думе предыдущего созыва. Взять раздел, посвященный Дальнему Востоку, освоение Севморпути, территории опережающего развития, трудоустройство местного населения, мониторинг экологической обстановки, программу по сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Мы имеем дело с популизмом, на самом деле, в чистом виде, потому что «Справедливая Россия» на прошлых выборах, в 2011 году, обещала учителям, врачам громадное количество денежных средств. В результате то же самое, это было в тренге общегосударственной социальной политики, они все это получили, и теперь «Справа Россия» приписали, что называется, себе данные заслуги. Теперь они обещают меньше денег, но теперь, видите, они, видимо, проанализировав федеральные целевые программы, решили опять поймать волну, такую политическую, и опять встроиться в этот тренд. Ну, на самом деле, если люди понимают, о чем идет речь, они должны разобраться, я верю в политическую искушенность наших граждан. Совершенно понятно, что «Справедливая Россия» просто поменяла в какой-то степени окраску, и теперь она пытается быть такой же правящей партией, как «Единая Россия», но при этом сохраняет какие-то очень, не то что изъяны, но какие-то особенности оппозиционной партии. Я думаю, что в дальнейшем вот такая двойственность сыграет с ней злую шутку, потому что они просто дезориентируют свой электорак. ЛДПР представила программу развития Дальнего Востока из 18 пунктов. Здесь и введение полностью безналоговой экономики, и привлечение в регион квалифицированных специалистов за счет резкого повышения зарплаты до миллиона рублей в зависимости от квалификации, и возрождение практики великих строек. Все хорошо, и многое даже ценно. Вот только как этот пул предложений форсировано притворить в жизнь? Начнем с того, что практически все эти тезисы Владимир Путин озвучил последний год. Это раз. Но у Владимира Путина есть финансовый ресурс, включая даже президентский фонд. ЛДПР, как партия, которая, безусловно, влиятельная парламентская, но все-таки оппозиция, безусловно, пытается таким образом встроиться в эту игру, которую на самом деле ведет каждая парламентская партия. Если вы заметили, все парламентские партии так или иначе признаются в любви к Владимиру Путину и пытаются использовать его политический ресурс. И здесь ЛДПР ни в коем случае не является исключением, хотя у нее есть свой Владимир Владимирович в кавычках, это Владимир Вольф Жириновский. КПРФ в программе 2011 года гарантировала смену социальных приоритетов и утверждала, Россия станет страной без медвежьих углов. Сейчас же партия представила очень краткую, но, смею сказать, емкую программу «Десять шагов к достойной жизни». В ней нет отдельного пункта, посвященного Дальнему Востоку. Все предложения касаются страны в целом. С КПРФ поработали очень хорошо политтехнологи. И любому политтехнологу ясно, что длинные программы никто не читает. Поэтому 18 пунктов ЛДПР никто благополучно не прочел, кроме специалистов и людей, особенно интересующихся ходом выборов, профессионалов. КПРФ, безусловно, обновили свой имидж, стали более современными, начали работать на молодежь, и политтехнологи грамотно сказали, что сделайте 5-8 пунктов, не больше, потому что дальше никто читать не будет. Пусть они будут яркими, пусть они будут выполнимыми, это главное. КПРФ в данном случае, на мой взгляд, очень хорошо и тщательно подготовилась к этим выборам, в отличие от других партий. Помните слова Владимира Путина из речи на открытии Второго Восточного экономического форума? «Мы прекрасно осознаем свою громадную ответственность перед гражданами России и перед будущими поколениями страны». Оглянитесь вокруг. Какая политическая сила также, в той же мере, осознает ее? «Те фавориты, это понятно, это четыре парламентские партии, поэтому речь должна идти по выбору этих партий, мне кажется. Я никому не навязываю и никакую партию не агитирую. Но если вдуматься из этих партий, то я, например, глубоко сейчас собрежденный сижу, за какую партию я галочку поставлю. Потому что если что-то делается из этих четырех партий, то делает это партия. Поэтому призываю наших граждан хорошенько посмотреть не только программы, а реальные дела, что конкретно они, их деятели, эти люди, которые входят в эти партии, что конкретно они делают, делали, делают и будут делать ради нашего, нашего, на Дальнем Востоке и конкретно нашей республики. Голосуйте умом, дорогие друзья! Что ж, знания, как говорил Фрэнсис Бэконс, сила. На этом сегодняшний выпуск «Арен и событий» завершен. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok